Администрация Николы Березовского сельского поселения традиционно собирает уважаемых жителей районного центра в этом светлом кафе. На встрече люди почтенного возраста услышали слова поздравления от представителей администрации. Здесь также присутствовал председатель Совета ветеранов, руководитель общества инвалидов. Подобные мероприятия в этом году решила устроить и управляющая компания «Наш дом». Возле нашего дома с ранней весны до поздней лета, можно сказать, были большие ямы, большие лужи. После того, как мы ему напомнили об этом, он на другой же день пригнал технику. Благодаря ему он уже возле нашего дома засел прищебенем. И теперь мы уже спокойно доходим до подъезда. В наших домах уже с того года домофона чужие люди нам не могут попасть. То есть уже мы живем и спим уже спокойно. У нас вопросы, если даже какие-нибудь вопросы возникли по дому, Цой только позвонит в диспетчерскую в тот же день, его команда сразу этот вопрос снимает уже, сразу этот вопрос решает. Я пожелаю всем им крепкого здоровья, долгих счастливых лет жизни, успехов с дальнейшей жизнью, чтобы их дети, чтобы их внуки их берегли, их ценили, потому что с их опытами, с их силами, с их знанием мы живем и радуемся. Спасибо всем им большое. Такие мероприятия в районе устраивает каждая организация. Кто-то организует чаепетия, учащиеся готовят концерты. Некоторые организации просто дарят подарки своим бывшим сотрудникам. Организации, которым могут позволить себе больше, совмещают все мероприятия в одном месте. Управляющая компания «Наш дом» в селениковой Березовке начала работать буквально с одного дома. И видя, как мы работаем на одном доме, начали потихоньку подходить другие дома. В этом году к нам перешло 15 домов из коммунальника. На этих 15 домах мы на сегодняшний день уже вложили более 1 миллиона рублей. Это первое дело заменили входные двери в подъездах, потому что они были открыты всю зиму, разбиты. Восстановили электроснабжение, электросвещение подъездов. Произвели мелкий ремонт. 12 подъездов в домах отремонтировали в этом году, косметический ремонт выполнили. Но думаю, что мы и дальше будем так продолжать работать, чтобы люди нашей работы были довольны и было меньше жалоб. Также, благодаря воспользовательным случаем, хочу поздравить всех своих ветеранов, жителей наших домов с наступающим праздником, Днем пожилых людей. Пожелать им всего-всего самого наилучшего. В городе мы на 9 мая тоже в этом году устраивали. Но до этого мы просто раздавали подарки на День пожилых людей. А в этом году решили все-таки устроить кафе, заказали, чтобы люди могли пообщаться, отдохнуть, поплясать, попеть. Вот для этого и думаю, что будем продолжать и в дальнейшем эту традицию вести. Не остались в стороне и женщины из объединения «Родник вдохновения» села Никола-Березовка. В Центральной районной библиотеке в очередной раз собрались женщины старшего поколения. Организаторы праздничной встречи разнообразили вечер концертными номерами. Между тем, женщины делились новостями, хозяйскими хитростями, а кто-то подготовил стихи. Насквозь пронизанная светом, роняя шапочку с позолотой, она приходит вслед за летом, и ею очарован кто-то. Сегодняшнее мероприятие, организованное районной библиотекой и районным женсоветом, посвящено большому празднику. Это Дню пожилых людей. Мы сегодня поздравляем милых женщин, участниц женского клуба «Родник вдохновения». Здесь собираются необыкновенные женщины, очень творческие и талантливые, неспокойные своей душой, замечательные мамы, замечательные бабушки и даже прабабушки, которые пишут стихи, занимаются рукоделием, выращивают цветы. И вот сегодня мы провели конкурс букетов, который является лишь тому подтверждением. Постарались отметить каждую участницу, и, конечно, выделить победителей. Изюминкой вечера являлось и то, что прекрасная половина человечества принесли своей цветочной композиции. Никто не прописывал своего имени-отчества, чтобы члены жюри смогли объективно оценить конкурсантов. Собрала, наверное, самых молодых и красивых женщин нашего поселка, членов клуба «Родник вдохновения», которые нашли здесь себе приют в этих уютных стенах. И с удовольствием встречаемся мы, и не каждый год, а каждый месяц, можно сказать. Да, потому что находятся поводы, какие-то праздники, какие-то юбилеи, праздники цветов. Это нынче немножечко запоздало, а так оно у нас проходит где-то в августе. И получается великолепие прекрасное. Радуемся, общаемся, отдыхаем душой, делимся своими секретами хозяйственными, делимся друг с другом энергетикой, тепла, добра и радости. И чего и желаем всем другим. Самый хлопотный, наверное, да, оказывается, одно дело вырастить детей, другое дело помогать ростить внуков, а еще нужно, чтобы силы хватало. Ну, это замечательный период в жизни. Я не считаю, что это старость, и душа остается по-прежнему молодой. Памятные подарки получили все собравшиеся. Такие праздники дают возможность еще раз заострить внимание на том, что не зная свои корни, крепкого дома не построить. Поздравляю всех пожилых людей. Но мне трудно говорить, что это пожилые люди. Это золотая молодежь, я так считаю, с прекрасным праздником, когда государство наше в этот день чтит и поздравляет всех пожилых людей. Желаю всем здоровья, счастья, успехов творческих. Меньше принимать негативную информацию, больше позитивом. Я хочу прочитать такие стихи, которые, может быть, помогут многим людям понять, что такое пожилой человек. Стремительно бегут года. Остановить не в нашей власти. Так пусть же будет так всегда. Чем больше лет, тем больше счастья. Для пожилого человека самое главное – это общение и внимание окружающих. Все они не просто пенсионеры, они бывшие очень значимые люди. Здесь есть учителя мои, врачи есть, есть строители, нефтяники. И, в принципе, жизнь продолжается. И наше отношение государства к пожилым людям – это наш статус. Чем лучше мы будем относиться к сегодняшним пенсионерам, тем лучше наши дети будут относиться и к нам. Поэтому я желаю больше внимания пожилым людям оказывать. Сегодня нелегкое время, особенно для пенсионеров. На этом празднование Дня пожилых людей не заканчивается. В субботу в селе Актанышбаш пройдет районный фестиваль-конкурс «Не стареет душой ветераны». На этом мероприятии старшее поколение традиционно докажет, что после 50-ти жизнь только начинается и посоревнуется в мастерстве исполнения танцев, песен и многом другом.